Когда ребята прыгают, снег из-за того, что тепло выбивается, вот где лыжами больше всего ездит, такая колея образуется. Что вы можете успеть за три с небольшим секунды? Ничего существенного? А Дмитрию Дощинскому этого временного отрезка дважды хватило, чтобы стать олимпийским призером. В 1998-м была бронза Нагана, а спустя 8 лет – серебро Турина. Сразу хорошее начало прыжка сделал. Париж свободно, регулируешь, чтобы приземлиться хорошо. Такое чувство было, что как летишь, просто руками управляешь, какие-то движения делаешь, в принципе, как полет. Доброе утро. Меня зовут Дмитрий Дощинский. Сегодня я вам расскажу и покажу свой день. Сегодня воскресенье, раннее утро. Соревнования зовут. Надо ехать в раббище. Поэтому сейчас быстренько завтракаю и вплоть. А дальше уже все расскажу. Вот автобус, который у нас привезет до Раубича. Всем привет! Вот наши генеоры. Утро еще раннее, поэтому народ скидывает. Ну, я думаю, в качестве тренера, если выигрывать соревнования высшего ранга, то примерно те же ощущения будут, как и у спортсменов. Наверное, последний уже остановка, и потом прямиком в спортивный комплекс тренироваться и вступать. Спортсмены рванули уже переодеваться. Через буквально 30-40 минут надо быть на склоне, который вон там. Пользуемся мы, в принципе, стандартной горнолыжной экипировкой. То, чем пользуются горнолыжники-сломбардисты. В том числе вот требования обычные, она должна быть функциональная. То есть легкая, удобная. Для тренеров, например, на горе очень важна обувь, чтобы была хорошая, комфортная. Тоже, опять-таки, легкие, водонепроницаемые операции. Для общения между собой, для общения со спортсменами. Вот у нас такой прибор для измерения уровня и угла трамплина, с которым прыгаем. В принципе, мы собраны, готовы, можем выходить на гору. Как вам такая надпись? И на каждой гостинице такую, наверное, можно увидеть. Это для пиатлонистов. Специально написали, чтобы оружие сдавали в специальное хранилище. И не было никаких неприятных инцидентов. Спорткомплекс Раубича после долгой реконструкции. Если кто-то был здесь раньше, увидят изменения. Специально готовили к чемпионату мира юниорскому по биатлону. Трамплины, кстати, у нас передовые, сделанные швейцарской фирмой одной. По образцам швейцарского же тренера, которые стоят только у них и у нас такие. Вот уже техника заведена. Сейчас будет готовить нам склон. Было около нуля пару дней. Сейчас вроде бы минус один, но это мало. Хотя бы минус пять градусов нам было. Сейчас очень скриптимых талип. Вот это та металлическая конструкция, о которой я говорил. Вот как она выглядит внутри. Остается засыпать небольшой слой сантиметров в 30 снега. В принципе, трамплин готов. Вот это склон разгона. Спортсмены готовятся копать. Вот склон приземления. Очень крутой. Тая часть ровная называется выкат. Первым делом перекапывается лопатами весь склон, чтобы было мягче приземляться и безопасно. Там хватает работы. Ребята в таком возрасте у них пришли, если свежий снег выпал, им надо в снежки поиграть. Они склон готовят себе. Сказал раз, два, три, они как-то в ноль эмоций не реагируют. Потом вспоминаю, что в принципе сами были очень похожи на них, наверное, в этом возрасте. Потом готовится, все выравнивается вот здесь. Ну вот это мы замеряем угол трамплина. Он должен быть определенный. Чем ровнее трамплин, тем комфортнее спортсменам прыгать, тем стабильнее, в принципе, прыжки будут. Вот началась тренировка перед соревнованиями. Сегодня финал первенства Беларуси. Носками. Хорошо. Крути. Ну, я поставил плечи куда надо, все так же. Приземление помягче. Продолжение следует. Продолжение следует.